Запретность мерзостей Все сказанное ранее мы упомянули в качестве вступления к разъяснению запретности мерзостей и обязанности оберегать половые органы от запретного. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Чаще всего люди входят в огонь из-за своего рта и половых органов», передал Ат-Тирмизи. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Не дозволено проливать кровь мусульманина, за исключением троих, это когда-либо состоявший в браке прелюбодей, душа за душу, то есть воздаяние равным за умышленное убийство, а также оставивший свою религию, то есть вероотступник, и отколовшийся от общины», передали Аль-Бухари муслим. Этот хадис, в котором прелюбодеяние упоминается вместе с неверием и убийством, подобен аяту в суре «Разлечения» и хадису Ибн Масуда. Всевышний Аллах сказал «Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, не имея на это права, и не прелюбодействуют». Сура «Разлечения», аят 68. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, начал с того, что происходит чаще, и продолжил в таком порядке, в порядке убывания. Прелюбодеяние совершается чаще, чем убийство, а убийство случается чаще, чем вероотступничество. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в этом своем хадисе также от упоминания тяжкого греха переходил к упоминанию еще более тяжкого греха. Зло, приносимое прелюбодеянием, несовместимо с благополучием мира. Так, женщина, совершая прелюбодеяние, покрывает позором членов своей семьи, своего мужа и родственников, заставляя их ходить межлюдей с опущенными головами. Если же она забеременела от прелюбодеяния, то если она убьет плод, то добавит к прелюбодеянию убийство. А если она скажет, что этот ребенок от ее мужа, то введет в число его и своих родственников чужака, которые к ним не относятся, и он будет наследовать им, не являясь при этом одним из них. Он будет видеть их и оставаться с ними наедине, и будет считаться их родственником, и его будут относить к ним, хотя на самом деле он к ним не относится. Можно упомянуть и другие скверные последствия прелюбодеяния женщины. Что же касается прелюбодеяния мужчины, то оно также влечет за собой путаницу в том, что касается отцовства. К тому же он портит целомудренную женщину, навлекая на нее опасность. Этот тяжкий грех разрушает мирскую жизнь и религию и обрекает людей на мучения в могиле и в аду. Сколько в прелюбодеянии нарушенных запретов, ущемленных прав, нанесенных обид и совершенных несправедливостей. К особенностям прелюбодеяния относится и то, что оно влечет за собой бедность, сокращает жизнь, очерняет человека и делает его ненавистным для людей. К особенностям этого греха относится и то, что он не дает сердцу сосредоточиться и навлекает на него болезнь, а может и вовсе умертвить. Он приносит с собой тревоги, печали и страхи и отдаляет человека от ангела и приближает его к шайтану. Нет после убийства деяния более вредоносного, чем прелюбодеяния. Поэтому за него и полагается трудная, отвратительная смертная казнь и легче человеку пережить известие об убийстве жены или родственницы, чем известие о ее блуде. Саадыбан Убада, да будет доволен им Аллах, сказал, если бы я застал женщину с моей женой, я бы ударил его своим мечом, не плашмя, а острием. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, узнав об этом сказал, вас удивляет ревность Саада, но клянусь Аллахом, я еще более ревнив, чем он, а Аллах еще более ревнив, чем я. И именно из-за ревности Аллаха были запрещены мерзости, явные и тайные. Передали Аль-Бухари, муслим. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, поистине Аллах ревнует и верующий ревнует. И ревность Аллаха проявляется, когда раб его нарушает установленный им запрет. Передали Аль-Бухари, муслим. Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, нет никого более ревнивого, чем Аллах, и из-за этого он запретил мерзости явные и тайные. И никто не любит оправдания так, как Аллах, и из-за этого он направил посланников добрыми вестниками и грозными увещевателями. И никто не любит восхваления так, как любит его Аллах, и поэтому он и восхвалил себя. Передали Аль-Бухари, муслим. Иначе говоря, через посланников Всевышний Аллах донес до людей свои веления и запреты, обещал рай верующим и праведным, и предостерег от огня грешников и неверующих, дабы люди не говорили потом, что подвергаются наказанию ни за что. А в своей проповеди во время затмения посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «О община Мухаммада, клянусь Аллахом, нет никого более ревнивого, чем Аллах, если его раб или его раба совершают прелюбодеяние. О община Мухаммада, клянусь Аллахом, если бы вы знали то, что знаю я, вы бы мало смеялись и много плакали». С этими словами он воздел руки и сказал, «О Аллах, донес ли я?» Передали Аль-Бухари муслим. В упоминании об этом тяжком грехе после молитвы, совершаемой во время затмения, заключен особый смысл, что становится ясно после размышления. Распространение прелюбодеяния – один из признаков разрушения нашего мира, а также приближения судного дня. Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, передает, «Я расскажу вам хадис, который не расскажет вам никто после меня. Я слышал его от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. К признакам приближения судного дня относятся исчезновение знания, распространение невежества и употребление вина, а также распространение прелюбодеяния. И мужчин станет мало, а женщин много, так что у пятидесяти женщин будет один кормилец и попечитель». Передали Аль-Бухари, Муслим. «Это обычай, установленный Всевышним Аллахом. Когда совершается прелюбодеяние, он гневается, и гневается сильно, и гнев его неизбежно должен иметь выражение на земле в виде кары». Абдуллах ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, передает. «В каком бы поселении не получило распространение ростовщичества и прелюбодеяния, Аллах непременно губит его». Наказание за прелюбодеяние, если сравнить его с наказаниями за другие преступления, имеет три особенности. Первая особенность – это самая отвратительная смертная казнь в случае с прелюбодеем, состоявшим в браке, а облегченное наказание, предназначенное для прелюбодея, никогда не состоявшего в браке, затрагивает и тело, бичевание, и сердце, изгнание из родных мест на год. Вторая особенность – Всевышний Аллах запретил своим рабам поддаваться жалости, когда дело касается прелюбодеев, и избавлять их от заслуженного наказания. Ведь именно по милости своей Всевышний Аллах установил наказание за этот грех. Он более милостив к нам, чем кто-либо иной, однако его милосердие не помешало ему повелеть подвергать прелюбодеев наказанию, и жалость в сердцах не должна мешать исполнять его веления. Хотя сказанное относится ко всем наказаниям, установленным шариатом, упомянуто именно прелюбодеяние, поскольку упоминание о нем необходимо. Ведь люди не испытывают по отношению к прелюбодею той жесткости и твердости, которую испытывают они по отношению, например, к вору, клеветнику или пьянице. Жалости к прелюбодею в их сердцах обычно больше, чем к другим преступникам, и наша жизнь подтверждает это. Поэтому им было запрещено поддаваться жалости, побуждающей их к отказу от применения установленного Всевышним наказания. Причина этого милосердия и жалости в том, что грех этот совершают и знатные, и средние, и нижайшие. В душах много склонности к этому греху, и очень многие совершают его, и чаще всего причиной становится страстная влюбленность, а сердцам свойственно жалеть пылка влюбленного. Многие люди считают помощь такому человеку покорностью Аллаху и средством приближения к нему, несмотря на то, что объект его любви запретен для него. Это явление действительно имеет место у людей, ведущих образ жизни, близкий к животному. Следует добавить сюда еще и то, что прелюбодеяние обычно совершается по обоюдному согласию, то есть не сопряжено с агрессией, притеснением и насилием, которому люди питают отвращение. К тому же чувство это знакомо большинству людей, и ими начинает овладевать жалость, удерживающая их от применения установленного наказания. Все это следствие слабости веры, а полноценная вера предполагает силу, помогающую своему обладателю исполнять веления Аллаха и милосердие по отношению к тому, кого подвергают наказанию. В этом случае человек не противоречит велению Господа и его милосердию. Третья особенность. Всевышний Аллах повелел, чтобы установленное наказание применялось в присутствии группы верующих, а не в безлюдном месте, где не будет свидетелей. Это делает наказание более действенным, а смысл этого предписания в том, чтобы преступления и наказания одного человека стали назиданием и предостережением для других. Наказание за прелюбодеяние подобно наказанию, которому Всевышний Аллах подверг народ пророка Люта, мир ему. На них обрушились камни. Прелюбодеяние и мужеложство похожи в своей отвратительности и каждое из этих действий несет в себе зло.